На сегодняшнем концерте, который посвящен прежде всего нашему любимому Санкт-Петербургу, нашему городу, который действительно такой неповторимый, уникальный совершенно, и эта любовь, мне кажется, одна из основных для всех нас. Наш Санкт-Петербург, дай Бог, ему процветание, будет во многих наших произведениях так или иначе. Вот, всегда. Ну, а сегодняшний концерт наш называется «Поцелуй японской сапры». Почему? Ну, потому что, прежде всего, у нас весна, это цветение, вот, это, конечно же, пора радужных надежд. Все самое лучшее, даже после каких-то трагедий, все равно даже дубанчик, он прорастет всегда сквозь асфальт, потому что мы такие сильные, потому что сильный наш русский народ и наш прекрасный город. И ничто не может поколебать эту внутреннюю силу в нас. Ну, и хотела бы немножко рассказать о танке и хоку, которую сегодня мы с Марианой Соломко будем представлять вам. Самым ранним из дошедших из нас литературным памятникам является появившаяся во второй половине XVIII века поэтическая антология «Майн Сют». Интересное название даже наше звучание. Ну, переводится различно, на самом деле. Собрание мириактов и листьев, собрание песен за много веков. Антология состоит из 20 частей и содержит очень много стихотворений. Это 4500 стихотворений, сложно даже представить, насколько это действительно разнопланово. И собирался 500 за 4 с лишним века. То есть, это огромный труд. Это любовная, пейзажная, лирика, баллады, народные легенды, стихи, леки. И огромное, действительно, многообразие прекрасного. Может быть, не совсем похоже на наше восприятие, но что. И как раз вот эта вот уникальность этого действительно, мне кажется, может заинтересовать. И вот действительно таких культурных и интересующихся культурой разных стран, людей. В Инсу вообще представлены все формы различные японского стиха того времени. Ну вот, преобладает, конечно, танка. То есть, танка, короткая песня. Лирическое стихотворение, 31 слог, не рифмуется. И, значит, как идет, да, по схеме. 5, 7, 5, 7, 7. Соответственно, вот и должно четко выдерживаться определенный, вот этот вот рисунок, он должен быть. То есть, никак иначе. То есть, 31 слог, рифма отсутствует. Ну, соответственно, хокко, она произошла из танка. Ну, конечно же, танка это скорее аристократия. Хокко, это появилось уже от нее. Вообще интересная поэта, конечно, потрясающие были поэты японские, да, и Кирпидомара. Тоже имена такие интересные на наш слух. Акакидо, Акура, вот даже Акура так вот звучит красиво, практически сакура. И о комоте, ну, и многочисленные другие. Я думаю, что про хокко расскажет немного Мариана Соломко. Я хотела бы вообще сказать, что хокко это лирическое стихотворение, да, то есть, оно отображает жизнь природы, жизнь человека в их таком слитном ощущении, да, в едином. Не так просто делать ее, то есть, это четко, не репнующиеся, то есть, тиши, по скепе 575. Вот. Ну, и самое известное из поэтов, например, Табасе Иклеса, достаточно известное. Ну, хочется что-то привести из этого. Сказано слово «леденелые губы осенним вихрем». Ну, да, для наших поэтов, может быть, представить, тем более, поэтистические секции современные, конечно, это было бы все раскритиковано, но я думаю, что для Акунии это действительно вот их сердце, их жизнь. Вот. И она прекрасна. И хочется, конечно, немножко рассказать о легендах. Ну, вообще Сакура. Сакура, которой посвящены многие стихотворения, вот. Сакура есть и у нас, да, Япония, чистое действие нашего города, в 2003 году посольство Японии подарило администрацию Петербурга, одну тысячу, да, церковь Сакура, и вот за то, что фотографируются люди на хрестовском мозге, это часть ее. Приведу пример песни принцессы Нука до сложной тоски по императору Петербурга. Там такие шикарные, любовные, совершенно велические строки. Когда я друга моего ждала, полна любви, В минуты эти входа в дом мой дрогнула слегка, Бамбуковая штора дует ветер. Вот просьба так рад, когда история тоски, боль, ожидание в этом. И хотела бы немножко сказать о преданиях. Конечно, а не каждый по словам уникально, когда звучало, без этого, от того, без других. Мне много хотелось привезти, но, конечно, сегодня все не получится. Я думаю, это тема для наших следующих встреч. В старину жила одна девушка, звали ее Сакурака, дитя лишняя или Вишенка. И жили в ту пору двое отважных юноши, и оба хотели взять ее в жены. И затея не спорила. Жизнь она смерть. Даже вызвали друг друга на смертный бой. Ну, а девушка такая добрая была, она печалилась. Как же так? Вот я должна кому-то отдать предпочтение, кому-то отказать. Алице и тот, и тот достойный, и жалкий. И, в общем, не слышали, и не видели никогда, чтобы невеста была в двух домах. Но трудно было смириться этим двух юношей, чтобы кто-то разлюбил или нашел другую невесту. И тогда она ушла в лес и там повесилась. Вот такое печальное предание. Да, двое отважных юношек не силы держать свое горе. Или кровавые слезы. И каждый из них сложил песню. И они не женились, но тем не менее и помнили ее. То есть такая любовь, как у совершенно другого Пайкинграрка. И они пронесли эту любовь в своем сердце. И вот эти песни. Облетели лепестки у вишни. И мечта напрасная, что буду украшать себя цветами. Лишь пора весеннее наступит. Всякий раз, когда растут цветы, Вишни розовые, что носят ими милые, Вечно буду вспоминать о ней. И любить сильнее с каждым годом. Вот такая потрясающая любовь. Это такая достойная духовная девушка, Что не смогла отдать предпочтение. А ела свою печальную лупу. И там действительно, в этой антологии, Много потрясающих уникальных историй жизни. Что ж, еще хотела бы сказать, Прежде чем я позову нас Сону Мариану, Что мы все культурные люди. И ни одна незнакомая нам лично хабалка, Мы с друзьями являемся организаторами непосредственными. Особенно я, мы проводим, как правило, В разных местах, в поедах, в фестиваре. Не заставить такая хаваристая особа Меня и моих друзей прекратить делать для вас концерты, Договариваться о бесплатных сценах. И для меня показатель культурного уровня человека, То, когда он лезет на сцену в ущерб остальным выступающим, У нас в 26-м, в 23-м человек, Когда действительно, как в библиотеке Пушкина, У меня друзья Анна, например, Штыкан, Они ждали 3 часа, в отличие от нас многих, И не выступили, и люди уехали, И никто ничего слова не сказал. Вот это вот уровень человека. Или когда ограничено было время, И об этом сказали, Я предпочла, например, Прочитать там не три стиха, Не одно, но ядерное про Петербург. И за что меня даже обняла ведущая, И другие мои культурные люди, И в голову мне пришло бы вылезти на сцену, И выйти сразу после своего выступления. Поэтому мы сейчас, друзья, Мы подумали о том, Что надо приглашать, Если это нас есть наши концерты, И в целом, Только людей, которых мы знаем лично, Которые не брыжут злобой, И, соответственно, Не будут портить людям праздник. Ну, а теперь на эту сцену Я приглашаю торжественную Мариану Соломко И объявляю еще раз в начале Нашей позитивной праздники. Сейчас она представит меня. Ну, и вот я скажу пару слов о Мариане. Ведущая сегодняшнего вечера Александра Таак, Поэт и прозаев, Вед союзописателей России. Александра состоит в жюри фестиваля Вуборгской отчасти, А также венколлегии Вестерско-сельских тетрадей, Лауреат премии Молодого Петербурга, Лауреат фестиваля Ивагин Оскар, Цветок-теплица Петербурга, Лауреат фестиваля Пою тебя, мой старый парк И многих других. Делегат литературной конференции в Минске. Кроме того, Александра Организатор и ведущая Литературных и музыкальных фестивалей Ирк Петербург в Санкт-Петербурге И Ленинградской области.